Значит, мы вот оказались в трёх соснах, в трёх позициях, между трёх позиций, которые я пытаюсь как-то соотнести, разжевать, не так, чтобы очень на всё клеиться. Значит, первая позиция аристотельская, её суть в том, что форма актуальна, а предмет в форме становится. При этом... Анатолий, вы не посмотрели, да, семинары предыдущие? Я ознакомился там. А? Да, смотрели кое-что хотя бы, да. При этом исключается, видимо, Аристотелем исключается ситуация пустой формы. Актуальность формы предполагает, что форма знает себя, как форма. Но пустая форма при этом исключается. Созерцание треугольности или шаровидности как таковой, видимо, исключается. Ну, потому что... То есть я не знаю, место, где Аристотель это исключает, прямо так вот берёт и исключает. Но просто это бессмысленно. Шаровидность, шар, как форма, имеет смысл только, если она является формой чего-то. Мыслить форму как пустую форму, форму без предмета... Видимо, всё-таки нельзя, бессмысленно. Ну, можно как-то обсудить. Но вроде как вот у меня получается, что шар, как шар, который не является формой меди или красноты, он не мыслим, как шар. А как геометрическая фигура? Тоже. Вроде у Аристотеля была там проблема. Как статус математических объектов? Нет, ну, странно думать, что Аристотель полагал, что шара нельзя мыслить. Но неужели Аристотель не мог мыслить шар? Ну, вот, что мы видим? Мы видим два начала. То есть там начало четыре, но да. Потому что Аристотель и Гидель у нас в двойных кавычках даже нет. А? В двойных. Аристотель и Гидель в двойных кавычках. Хорошо, да. Но Аристотель уж точно в двойных. Поэтому мы полагаем, что для Аристотеля в двойных кавычках, конечно, нельзя было мыслить шар. Да? Ну, тоже фиг знает, что там Аристотель думал, да. Он просто говорит о четырёх началах, о двух, при этом, видимо, всё-таки основных. Форма и материя. И форма существует в отношении к материи, и наоборот. Но это сам по себе интересный вопрос. У меня он возник. Среди прочих. Я как-то всегда мы, и я, по крайней мере, для себя всегда отбрасывал пустую форму, как нечто немыслимое. Что значит мыслить пустую форму? Опять же, кантовское пространство. Мыслимо. У Канта мыслимо. По-моему, это бред совершенно. То есть прийти к мышлению пустого пространства, ну, это как бы прийти к абсурду. Что, собственно, мы мыслимое пустое пространство. Математическое пространство, у него же весь пафос-то состоит в том, чтобы математику обосновать. Математики, мыслимое пространство, это какое пространство? Ну, абсолютное пространство Ньютона, я имею в виду. Ньютон тут был до... до... Мы так понимаем, что это направление мыслей, которое Фарадей считал исключительно, только по-настоящему философским, мы его отбрасываем. То есть оно нам как бы неинтересно. Мы идем другим путем. Он как в другой традиции. Где мыслить чистой формы нельзя. Не, может быть, математический объект это не форма, может быть, что-то другое? Не, ну, может быть, есть понятие что-то, некая субстанция, ну, типа эфира. То есть мы пространство... Аристотель и Карт, может, молчаливо предполагают, что есть нечто, так называемый эфир, который мы оформляем, и на этом основании пытаемся мыслить пространство, пространственная фигура, допустим. То есть они теперь сделаны не из медиа, а из какого-то там эфира. Может, это есть некое молчаливое предположение? Ну, фантастическое, конечно. То есть есть декларация некой универсальной материи, вот этого самого эфира, который пронизывает все и все это. Та же логика, что треугольник всегда можно нарисовать только на некой доске, я бы сказал. Да, да. Есть некий эфир, благодаря которому мы можем мыслить... Ну, это вот такой фокус. Мы можем мыслить пространство эфиром. Какой фокус эфир? Эфир. Способ мыслить. То есть некое наполнение фигур, какой-то абсолютно идеальный, благодаря которому Фрома не будет пустой, она будет наполнена эфиром. И в этом смысле мы будем мыслить пространственную фигуру. Это, кстати, между прочим, аристотельский же уход. Эфир-то даже аристотельский темен. Да, я просто не знаю. Я тоже не знаю. Как? Конечно. Квинт эссенса, пятый элемент, и есть эфир, да? Да. Ну, вот, получается. Надо же читать Аристотеля. Ну, это и к себе. Ну, физику, да. Какой мне смысл читать физику Аристотеля? Поймир есть, да. Поймир и помни живут. Потому что, оказывается, что мы мыслим пространственную фигуру, потому что они как бы могут быть чем-то наполнены вот этой самой формой. Эта форма есть и форма как бы эфир. Ну, это вот такой физический фокус, живший очень убедительно до начала XX века, а потом почему-то умерший, ну, хотя энтузиаст, до сих пор его, полиграфический. Значит, если мы не мыслим пустую форму, то получается, что такое вообще мысль? Мысль – это состояние актуальности. То есть идеальность – это актуальности. Потому что только в качестве актуальной мысль отлично от предмета. Ну, на самом деле, почему мы не мыслим? Это всё-таки любопытный вопрос. Почему же мы не можем мыслить пустую форму? Ну, потому что она форма по определению. Потому что она форма, не предмет. Поэтому его нельзя мыслить. Когда она является формой чего-то, она выполняет свою функцию формы. И условием того, чтобы она выполняла свою функцию формы, является, естественно, самосознание. И получается, тогда мы можем попытаться положить такую умопостигаемую материю, которую можно назвать тогда эфиром. Сами полагаем. Или мы не можем никак сделать, положить, конструировать некий аналог материи. Некую, некую субстанцию. Или некую субстантность, правильно сказать. Ну, если мы находимся в аристотелевской ситуации, то нет. Потому что эфир – это всё-таки нечто, равное себе. А в аристотелевской ситуации то, что в форме, становится. Поопределить. Ну, хорошо. Ну, где-то, как бы, можно придумать ещё одну какую-то ситуацию. Эфир – вообще интересная мысль. Но я никогда с ней не работал, и я совершенно не могу двигаться здесь. Как-то пошевелиться можно. Это было бы львом, точно. Я их точно не читал, поэтому я просто… Да мы что-то, я глядя, там и какая-то развита теория эфира есть. Уверен, что нет. Вот. Но вообще, как бы, такая… Ну, вот у этих ребят, от Ньютона и позже, у них очень развитая была чёрничья. Да там что-нибудь есть в этой развитой? Или просто тут не знаете, наверное, да? Развитая? Нет, я хорошо знаю. Ну, смотрите. Это как в форме и оформленности. Жалую, что и нет ничего. Чего? Которое имеет отношение к форме и оформленности. То есть, вот в таком роде… То есть, пространство всегда не пустое, оно всегда наполнено… Да, пространство, да, совершенно верно. Оно всегда заполнено неким эфиром, обладающим удивительными свойствами. Вот это позиция физики XVIII-XIX веков. Потом проверяли, увлекает ли Земля эфиром? То есть, теоретически, Земля должна взаимодействовать с эфиром? Ну, это ладно. Это не имеет отношения. Нет, это понятно. Я имею в виду, что эфир – это физическая некая вещь. То есть, это физическая субстанция. Я вот отвлекся, а как мы перешли от возможности или невозможности мыслить пустую форму к эфиру? Тем способом, что мы… Да, что мы создаем некую субстантность, которая также может оформлять форму. И тем самым вот эта оформленная форма перед нами возникает в качестве шара. Это способ мыслить шара. То есть, у нас проблема была… Мысль-мышление пустой формы, она стояла в том, что она пустая. 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 Поэтому ее надо наполнить. И наполняем ее чем-то, некой субстантностью такой, универсальной. Все пронизывающее, все пустую форму к эфиру. Тем самым, шар оказывается… Это да. Для того, чтобы мыслить генетические фигуры. Да. Тогда шар оказывается мыслью вот таким вот извращенным способом. Благодаря посредственному эфиру. И мы тем самым постулируем некий дополнительный элемент. Помимо чувственного, то есть, воды, огня, опера, мы постулируем некую специальную физическую субстанцию, которая должна пронизывать собой весь мир. Ну, такая особая материя. Да. Вот такая материя, да. Ага. Ну, я вот так сходу не уверен, что именно это является способом мышления геометрических фигур, потому что я тут нашел в трактате о душе, книга 3, глава 8, где он обсуждает ум как форму форм. И сначала плюс, как бы в копилку того, что пустая форма не мыслится. Это настолько не мыслится, что Аристотель эту возможность не обсуждает. Он обсуждает другой вариант. Значит, так. Но он где-то прямо говорит, что геометрические фигуры не замыслить, что ли? Нет. Вот этого я, такого места я не знаю. Ну, вот так. Вот это просто совсем. Ну, это просто если не пускаться в геометрические фигуры, то здесь как бы... То есть я выбираю, с какого места читать. Ага. Ну, ладно. С середины, да. Душа необходима должна быть либо этими предметами, либо их формами. Ну, имеется в виду чувственные предметы. Однако, самими предметами она быть не может, ведь в душе находится не камень, а форма его. Таким образом, душа есть как бы рука, как рука есть орудие, орудие, так и ум есть форма форм. Ощущение же форма ощущаемого. То есть он... Вопрос в том, как, возможно ли, пустая форма он даже не ставит во всей этой гладке. Как бы вопрос только в том, как бы у тебя в уме содержится сам предмет или лишь форма этого предмета. Ну, то, что она не пустая, это факт. А с другой стороны, он так вот походя замечает дальше. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях. Ведь представления – это как бы предметы ощущения, только без материи. Я не поручусь, но мне кажется, что это возможность мысли геометрические фигуры без материи. То есть они у него получают статус представлений. Представление – это нечто такое, что есть форма без материи. Но это не мышление. Это представление. Не знаю, что в оригинале, кстати, стоит. Это может быть память и воображение, а может быть геометрические фигуры. Ну да. Или все что угодно. Ну да. Вот тут просто надо, если сильно интересно, можно в этом покопаться. Но в общем ясным образом, что это как бы вот не мысль, не мышление. Мышление мыслит в форму предмета. А вот в представлении возможно отделение такого предмета ощущения без материи. Ну вот, значит, если это так, я повторяю, что на самом деле любопытный вопрос, почему, собственно говоря, пустую форму нельзя мыслить. Но если это так, ну вот я говорю, почему нельзя, потому что это форма, а не предмет. То есть мы ее мыслим как предмет, тогда она перестает быть формой. Я думаю, в этом дело. Форму нельзя мыслить, просто потому что она форма. И шар как предмет, он, что это такое? Качество предмет. Спино же говорит, это построение шара. Так вот, может, геометрическая фигура это именно предмет, когда форма берется как предмет. То есть она форма-то никак не схватывается, а схватывается некий новый предмет. Как геометрическая фигура. Ну тогда все равно шар должен быть каким-то, чтобы быть предметом, он должен быть шар формы чего-то. Так вот, если все-таки пустой формы нет, то идеальность значит актуальность. Мысль значит актуальность. Мысль тождественна состоянию актуальности. Потому что мы различаем мысль от того, о чем мысль, от предмета, только потому, что мысль актуальна. Мы шар считаем мысль только потому, что он дан актуально. Он равен себе. А вот то, что он красный, то это становится. Как красный шар, он становится. А как шар, он равен себе. Но можно же мыслить ложное, от чего это не актуально. Или нельзя ложное мыслить? Актуальное, видимо. Равное себе, видимо, ложным быть не может. Получается, что мыслить нельзя ложное вообще никак. Если мысль равно актуальна, мыслимое равно актуальна. Значит, ложное невозможно. Ну да, я приписывал, Игорь меня уже ловил на этом, я приписывал Пифагору эту красивую фразу, которую, конечно, придумал я сам, конечно, по мотивам Пифагора. Что можно не мыслить, но если мыслишь, то мыслишь правильно. Это фраза. Да. Что бы он не говорил? Игорь говорит, что нет. Я приписал на Пифагору, то ли в кашке. Гугл, я не знаю. Да ладно, Гугл. Живых специалистов спрашивал. Они говорят, слушай, звучит аутентично. Да, да, да. Но нет другого. Это, наверное, бы Борхер написал какую-нибудь рассказ на эту тему. Да, да, да. Прям просится, да? Да, именно Борхер же просится, да. Что для Господа Бога вы и Пифагора – это один и тот же человек. Я воспользовался этой истиной и сучил Пифагору этого фраза. Но мыслимость – это актуальность. Идеальность – это актуальность. Если пустой формы нет, то мыслимость – это актуальность. Мы мыслим шар, покуда он делается красным шаром, или покуда красное делается красным. Покуда мы удерживаем шар, как шар, это, собственно, и есть узнавание мыслью себя. Это одна парадигма, и вот к ней некоторое замечание, которое я хотел бы сделать. Идеальность – это актуальность. И никакого другого смысла идеальности нет. Не беспредметность. Потому что, ну, другой смысл идеальности – это беспредметность. А третьего вроде как и нет. Идеальность – это идеальная форма, а форма актуальна. Другого, как бы, в неё нет. Но то же самое говорим мы, когда строим наше построение. Но у нас актуальность как такова. У Аристотеля это определённая актуальность – это шар или куб. У нас нет ни шара, ни куб. Но и у Аристотеля идеальность – это актуальность. Что ещё тут? И к этому можно заметить. У меня ещё возникло соображение, вопрос правильнее. Является ли переход формой становления? Вот, скажем, у Гегеля ночь меняется днём. Вопрос. Является ли переход просто формой становления? Вроде как так. Здесь, конечно, этот самый Фалес. Как-то всплывает, непонятно как. Потому что у него всё-таки в качестве материи… Аристотель говорит, что его вода – это материя. Да, но с другой стороны переход всегда от А, а так Б, а становление – это непонятно что. Это может быть и без А, и без Б. Да, становление может быть без А, и без Б. В результате именно такая позиция. Красный становится красным, тут, конечно, никакого перехода. Как мгновенная скорость. Но, тем не менее, если день сменяется ночью, ночь сменяется днём, то, чтобы совершился переход, нужна устойчивость формы. Вот он, круглая ночь, и чтобы был день, надо удержать форму шара, иначе не получится переход, мне так мерещится, я просто обсасываю аристотельскую позицию, это надо думать и обсуждать. То есть, если нет устойчивости формы шара, то нет перехода от ночи к дню. Если это правда, если меняется одновременно… Что я хочу сказать? Я сам не знаю, что я хочу сказать. Если одновременно меняется не только ночь и день, но меняется ещё и форма, от круглой ночи к квадратному дню, вам получается хаос. Вообще никакого перехода не получается. Да, поэтому очень интересно понять не как гиги, не как ночь и дню, а понять как красное, как становление, то есть красное, как становящееся. Не переход от материи к формуленному, как часто понимают аристотели. Тогда было бы от возможности чистой, вот к ставшему красному, а само красное понять, как становящееся. То есть, это другое рассуждение. Не понял. Ну, чтобы понять, вот у Гегеля у него уже ночь сменяет днём, ночь сменяется днём. То есть, сначала есть ночь, а потом она стала днём. И там, если бы выдохлась, то-то, 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 то-то. А теперь попытка понять, как красное, не как направление к становлению красному. То есть, красное понять не как нечто ставшее. То есть, когда что-то взялось, оформилось, вот благодаря форме оно стало красным. А само красное понять как нечто становящееся. То есть, красное по определению становящееся. Понял, понял Именно переход Откуда-то и куда-то Из воды и воды Из воды и воды в том смысле Что нет А и Б Нет ночи и нет дня Нет границы между ними То есть сама по себе красная Есть грубо говоря Само становящееся Само является границей Это вот такой Интересный результат Совсем другой антологии То есть вот то что мы принимали За ставшие сущности за дни и ночи Мы на самом деле не имеем дела С оставшими сущностями А имеем дело с постоянным Таким текучим Которым мы почему-то принимаем за ставшие За ночи и день Религии для такого вопроса нет У него была ночь автоматически И вот она стала днем А здесь надо зафиксировать уже Саму картину ночи Как нечто такое Остановящееся Хотя быть может Знаменитое третье место В синологии духа Третий пункт Да? Он может быть и метр Где отношение к именно этому К такому пониманию А чем нужно менять Чтобы я понял Где там третий Первый пункт Это предмет есть Второй Это я есть А третий Это Есть отношение Меняя предмет Вот это третий В первом пункте День сменяется ночью Во втором пункте Я отворачиваюсь В третьем Как раз движение Да Может быть Может быть и нет Но вот эту Штуку понять Вот такая Текучесть Как некоторую То есть То что мы принимали За неподвижное Сущие Типа красного Синего И ночей А понять Это как Вот это Как нечто Текущее По каким-то причинам Мы ему придаем Статус неподвижного Как мы придаем Этот статус неподвижного Тоже Тоже непонятно Мы придаем Статус неподвижного Тем способом Наверное Что последуем Своё отношение К текущему И получается Что мы действительно Относимся Сами собой Относимся К себе Как к форме А текучесть У нас вынесена Как бы за скобки Но она От этого не перестает Как-то перед нами Давнеть Получается Так что ли Получается Да Действительно Получается Вашего любимого Абсолютного Идеализма Интересно За счет того Что мы Опосредуем Своё отношение К миру Некой формой Текучести В форме Которая Устойчивая Как условия Текучести Да Ну Да Конечно Форма Стрепска Как условия Текучести Условия Текучести Да То есть Точнее Мы опосредуем Тогда правильно Сказать так Мы опосредуем Своё отношение Миру Формой Как формой Устойчивости Потому что Всё сущее Для нас Текучее На самом деле Окажись Мы Рядом С красным Мы бы Имели Постоянно Становяющие Состояние Текущее Красное А окажись Мы с синим Мы меряемся Дады Всякий раз Становяющийся Неву Никогда Мы не имели Ни ночи Ни дня Ничего Ни того же Самого красного Как сущего То есть Мы опосредуем Своё отношение С собой Как форму Устойчивости И мы Очень интересно Что мы Заперты Мир Устойчивых Сущностей И текуще Всё время Двиниться На заскопки Ну Должна же Она тогда Как-то Нас влиять Да Ведь всё-таки Ведь Понять Устойчивость Тем способом Что Нас Как некая Как я люблю Говорит Форма навязчивости Эта самая Текучесть Как-то нам дана То есть Она не поможет Спрятана Может она Является Нашим Преодолением Является Нашим Скрытым Побудительным Мотивом Вот этого Не надо Анализировать Как я Пришёл К этой мысли Вот этого Не надо В нашем случае Мне просто кажется Зачем У нас же Есть Логические Определения Что Не считать Что Неизменное Правное Себе И так далее А всё Остальное Автоматически Из этого Определения Становится Тем Что Не является Неизменным То есть Является Текущим Нам не нужно Знать Как определять Становление И текучесть Достаточно Знать Как определяется Форма Потому что Всё остальное Определяется Как отрицание Первого То есть Как отрицание Форма И вообще Немного Странно Пытаться Дать Определение Становления Зачем У нас же Не два Начала Одно И Если Дать Определение Становления Получится Начало Два Одно Начало То Которое Определение страны или становление меня какой-то свое определение другая начала формата у меня свое тот и смысл того что это монизм что определение одно а именно определение форму а все остальное определяется как отрицание и холм поскольку форма определяется как нечто неизменное себе равное то значит все остальное то что то что себе не равно да и то что как бы не является неизменным можно назвать и кучей можно за это становлением можно еще как угодно это называть но у него нет специально определиться вот я не все таки это вопрос подержу как бы просто мысли только постоянно работаем и философы работают когда перед нами есть некая устойчивая форма и она последует наше отношение становящемуся предмету а попытаться у они удержать вот эту самую ситуацию чеку текучесть или становление как становление в чистоте то есть вот именно вот эта ситуация должна по всей видимости заместить нам ситуацию чистой формы в общем дело то есть с одной стороны у нас есть чистое отношение с собой основанная на устойчивости формы и текучестью то есть вот это становящийся предмет как бы вынесены за скобки с одной стороны а с другой стороны у нас надо понять этот самый предмет как постоянно становящийся в такой вот в этом смысле текущий 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 в этом смысле и без за посредства не форма и вот эта картинка будет у нас как бы завещать картинку пустой формы в общем дело быть может ну хорошо хорошо значит вот это первая сосна первая позиция которую как бы мы рассматриваем значит что мы фиксируем здесь в сравнению с нашей с нашим толкованием у аристотеля действительно форма является формой предмет а не пустой и действительно форма является формой лишь потому в общем мысль является мысльными словами потому что она актуальна быть мыслью быть актуальным одно и то же это тоже звучит совершенно по нашему точнее наше по по их нему звучит форма форма предмета и форма есть нечто актуально в чем отличие аристотеля только в этом что форма является определенным форма является определенным предмет становится в определенной форма то же самое кстати касается и предметом и говорили тоже предмет безусловно становится в форме которая является актуальной но предмет является определенным поэтому поскольку предмет является определенным то аристотель нигде не может сказать эту замечательную гигерскую фразу форма в предмете соотносится с собой нигде красное становится красным конечно в форме конечно но нигде не мы не можно сказать что в предмете в красном форма соотносится потому что предмет является определенным предметам то есть неизмысливаемым предметом с красным как предметом форма с в красном как в предмете форма конечно с собой не соотносится мысли с собой не соотносятся мысли бытии одно и то же аристотель не говорит и сказать не может и не хочет может а как бы даже и не хочет этого сказать, и не надо ему это говорить вовсе. Хотя он после Парменида. Хотя он после Парменида, но эта мысль ему как бы настолько... Ну, может быть, там, когда он говорит о Боге, может быть, надо, может быть, почитать, подумать, но честно говоря, не видно. Ничего этого не видно. Бог тоже неподвижный двигатель, а форма тоже неподвижный двигатель. Форма как нечто актуальное, которое заставляет потенциально становиться. Это и есть неподвижный двигатель, и ничего тут не видно. Отношений в предмете с собой нет. А вторая позиция, с которой мы имеем дело, это позиция Гегеревска. Эта позиция феноменологии заключается в том, что имея некий уже ставший предмет, ну, тоже как бы, видите, вот я всерьез отнесся к предмету, ставший, но он же изменяется, по определению изменяется. Конечно, ночь это ночь у крови. И пока она ночью, она не берется, как нечто текучее. Это согласен полностью. Ночь не берется, как нечто текучее, а потом просто сменяется днем. Когда меньше всего этого ожидаешь, да, сменяется днем. Поэтому вот это вот из воды в воду этого у Гегеля нет. Я тоже думаю, по крайней мере, что этого у Гегеля тоже нет. Предмет, как нечто текучее, нет. Изменяющееся, да, текучее, нет. Это тоже, в общем, немножко странно. Так вот, если после феноменологии, то схватывая форму предмета как форму, у Гегеля мы получим феноменологию, мы получаем феномен бытия. Феномен бытия. То есть о ночи мы можем, получается так, что о ночи мы можем сказать только одно, что она есть. субъективно мы имеем тождество мыслящей формы и чувственной формы, мысли и чувства, а предметом мы имеем тождество сущности и существования. Ночь есть. Ночь – это нечто конечное, а бытие – нечто всеобщее. нечто конечное и нечто всеобщее. И поскольку высказать мы можем только всеобщее, то о ночи мы можем высказать только то, что она есть. Или что она это. Или что она предмет. Или что она содержание. Как содержание, предмет как предмет, Бытие как бытие, это как это Но не ночь Сказать этого мы не можем Подникает интересная Типичная гегеревская То есть специальная гегеревская Единственная гегеревская Ситуация, когда о том, что мы видим А видим мы всё-таки ночь Об этом сказать мы можем Только что это есть Мы не можем сказать про ночь Что она ночь Никак Даже когда возникает день, всё равно мы не можем сказать Что это ночь А это день О дне мы тоже можем сказать Только то, что он бытие Или небытие Но не можем Назвать ночь ночью, а день днём А в феномене бытия Мы соотносимся с собой Мысль соотносится с собой Поскольку возникает феномен бытия То возникает вот эта ситуация Парменидовская Парменидовская Мысль и то, о чём мысль Одно и то Или, как говорит Гегель В предмете Я мысль соотношусь с собой Мысль соотносится с собой Форма соотносится с собой В феноменологии Это ещё как-то дуализм Тожество сущностей Существования в предмете То В логике мы имеем дело С абсолютным идеализмом С манизмом Чистая форма Да Чистая форма Значит, у нас чистая форма Возможно Форма полагает свой предмет Или что то же самое Форма в предмете Соотносится с собой Если это бытие То есть форма в предмете Бытие – это понятие То вот я в прошлый раз Попытался Сделать одно замечание Такого рода бытие Непосредственно превращается в ничто То есть ход Гегеля не в том Что он полагает бытие Как некий предмет В котором мысли соотносятся с собой Или как понятие Ход Гегеля заключается в том Что Когда мы полагаем бытие Как бытие То Оно прямо Как бы вот Переходит в ничто То есть Первая мысль Гегельевская Не мысль о бытии Не мысль бытия А мысль о переходе От бытия К ничто И соответственно От ничто К бытию То есть Что такое понятие Это отношение понятия Вот моя мысль заключалась Прошлоразовская Прошлоразовая Заключалась в том Что понятие Это отношение понятия И форма Это отношение форм Ничто Это тоже понятие В котором мысль Соотносится с собой Ничто Это тоже понятие Которое полагает мысль И в которую мысль Соотносится с собой А Мышление А вообще мысль Или форма Это отношение понятия И первое такое Отношение понятия Отношение бытия И ничто При этом нельзя Это вот Я думаю на самом деле Что это так Что Гегеля понимают Неправильно Неправильно Понимают Что Гегель Рассматривает Отдельно Некую ситуацию Когда Мысль Полагает Предмет В качестве бытия Есть некая ситуация Бытия Как первое понятие Такого нет Гегель Иначе не может Рассуждать Мы полагаем Бытие Которое Есть ничто Но Идея Гегеля Мысль Гегеля Заключается в том Что мысль Это отношение Понятия Нет понятия Бытия Которое потом Оказывается Понятием Ничто А есть А вообще Понятие Это отношение Понятия Или мысль Это отношение Понятия Бытие Есть ничто Ничто Есть Бытие Именно поэтому Гегель И Именно поэтому Гегель Я думаю Именно поэтому Гегель и делает вот эту невозможную вещь, то есть он говорит о пустой форме. Ничто ведь это пустая форма, а мы только что с вами. Мы только что сказали, что это понятие. Мы только что сказали, что пустой формы нет, и сказали, что это понятие у Гиггера. Да, потом мы сказали, что у Гиггера это понятие, и поэтому у нас есть ничто по-прежнему нет, но какое отношение к другому понятию у Гиггера у нас существует. Да, и только так. Иначе мы получаем действительно, как Гиггер сам выражается, пустое созерцание, пустое мышки. Ну, это само собой, но это неоспоримо. Ну, Шаттер фигнёй занимался отталкивать всё-таки от Декарта, а не от Гиггера. Ну, не важно, ладно, ещё по шартам будем ещё, это хватает заботы. Понятие «ничто» у Гиггера – это лишь часть первого понятия, а первое понятие у него – это отношение понятия. Иначе отношение понятия – это не… Надо дальше посмотреть у Гиггера, так ли это. Потому что дальше ведь метод он должен удерживать. Метод он должен удерживать. Ведь как у него возникает, как у Гиггера возникает становление. Я говорил уже однажды. Становление – это не переход от бытия к ничто. А как обстоит дело? Дело обстоит так, что есть отношение бытия и ничто, и в этом отношении есть два момента. Это у Гиггера, точно по Гиггеру, точно по большой логике. Два момента. Первый момент – бытия и ничто непосредственно одно и то же. То есть неотличимо. Это вот то самое, что вы напоминали – не переходит, а перешло. Эта таинственная фраза означает, что это вообще одно и то же просто. А с другой стороны – бытия и ничто – это абсолютно разные вещи, которые перейти друг к другу не могут, потому что они уж совсем различны. То есть в отношении бытия и ничто есть момент непосредственности, а именно их тождества. Тождества – бытия и ничто. Не переходит, а перешло. И момент опосредования. В общем, опять-таки, чистого опосредования. Они настолько опосредованы, что они и вообще ничего общего не имеют. И уже из этого, из этих двух сторон, из этой игры, которая возникает внутри перехода бытия в ничто, а ничто в бытии, возникает становление. Некое разрешение и противоречие между непосредственностью перехода от бытия к ничто и обратно и опосредованием, или попросту, невозможностью этого перехода. Это чистое опосредование с другой стороны. Тогда возникает становление. Но это, в самом деле, можно посмотреть и проверить эту мысль. И для этого надо просто шаги посмотреть. Если я этого не проделал, после становления еще с чем-то соотносится оно, опять же, как понятия не существует. А существует отношение понятия. Существует отношение понятия. Значит, здесь что мы имеем у Гиггера? Что мы имеем с точки зрения наших нужд? Мы имеем, что когда... Опять мы имеем, что форма сознаёт себя как форма предмета. У Аристотеля форма сознаёт себя как форма предмета. Но у Аристотеля в предмете форма с собой не соотносится никак. В красном никак. У Гиггера форма сознаёт себя как форма предмета. И в этом предмете, формой которого форма себя осознала, форма соотносится с собой. То есть форма полагает свой предмет. То есть понятие. «Бытие» – это или предмет как предмет, или содержание как содержание – это то, в чём форма соотносится с собой, или что форма полагает в качестве своего предмета. или «мысль и то, о чём мысль – одно и то же». Тогда мы имеем дело с предметом как предметом, содержанием как содержанием, и в этом предмете и в этом содержании форма соотносится с собой. Ну вот, повторяю, у Гиггера есть такая интересная добавка, на мой взгляд, что при этом мышление есть мышление отношения понятия, не мышление какого-то понятия, которое положило бытие. – вот я сам позавчера так уже думал, а вчера уже нет – положило бытие в качестве предметов, в котором соотносится с собой, всё на месте, всё хорошо. Я вам так неделю назад и излагал, а через неделю уже приложил другой вариант, который я сейчас повторяю. Не так. А мысль мыслит понятие, мыслит предмет в качестве понятия только как отношение двух понятий. И это, ещё раз скажу, не противоречит характеру изложения у Гигеля, потому что Гиггер деваться некуда. Можно сначала действительно объяснить, что такое бытие, а потом объяснить, что оно переходит в ничто. Но ничто – тоже понятие. Итак, у Гиггеля предметом является бытие, если в начале. Хотя вот такое интересное бытие, которое с другой стороны – ничто. Пятый раз повторю. Бытие у Гигеля не фиксируется как бытие, как некоторое самостоятельное понятие, которое можно дальше двигать. А мы с вами пытались так рассуждать. Мы пытались так рассуждать, что когда мы мыслим бытие, то у него есть момент «я», и тогда это пустое созерцание. И момент предмета, тогда это непосредственность. Непосредственность и опосредование. Опосредование – это «я», пустая форма. Мы пытались мыслить так. Я предлагаю мыслить. Тем более, что мы сразу же заметили, что у Гиггеля совсем нет этих ходов. Только мы можем констатировать, что мы можем его понять только так. Значит, вообще ничего не понятно. Как-то вдруг бытие, если причурившись немножко, сколько оказывается ничто, как-то непонятно. А так понятно. Но мы там перетянули из феноменологии, где действительно есть «я» и «предмет». Это и «этот». И действительно, когда мы мыслим «этот», получается вроде бы дырка. А когда мы мыслим «предмет», то получается непосредственность предмета. Как бы забываем о субъекте. Мы перетянули в логику, и опять же получилось. Ну, ладно. Значит, в обоих случаях мы имеем и у Аристотеля, и у Гиггеля. Мы имеем что? Мы имеем ситуацию, когда форма есть форма-предмет. Форма есть форма-предмет. У Аристотеля предмет есть нечто становящее. У Гиггеля предмет есть, как и у Парменида, предмет ей ставшее. У Гиггеля в логике. Предмет ей ставшее. У Аристотеля предмет конкретный предмет, форма конкретная и предмет конкретный. У Гиггеля форма просто как форма. То есть, ну, у Бытия какая форма? Круг или квадрат? Ну. Просто форма как форма. В логике. Хотя это не противоречит тому, что это определенная форма. Вы помните, я восхищался Парменидом, когда говорил, что если мысль полагает свой предмет, то предмет может быть конечным, а за его пределами ничего не будет. Это совершенно гениально, это Парменид, это потрясающе, я уже говорил, я уже выплескивал свой восторг по этому поводу. Если предмет является, то, конечно, за его пределами что-то должно быть. Если красный становится красным, понятно, что рядом должно быть синее. Значит, не будет никакого красного. Как говорил Анаксагор, кость к кости, волос к волосу, понятно, что при этом кость ограничена волосом, а волос костью. Тогда да, это возникает. А если сознание полагает предмет, если в предмете сознание соотносится с собой, то форма может быть конечной, но за ее пределами действительно ничего нет. Никакой нужды полагать что-то за пределами этого положенного сознанием предмета нет. Но шар выбран, как Игорь верно заметил в свое время, просто потому, что везде середина. Это единственный предмет, который имеет форму геометрической, которая имеет середину. Вот, и везде мы в центре. То есть форма может быть конечная, но, конечно, никакой необходимости говорить об определенной форме нет. Когда мы говорим о бытии. Ну, вообще форма есть. Вообще форма есть. Познание – это нечто, имеющее форму, остается. То есть в предметах шар как-то так висит у нас где-то. То есть форма – это все-таки конечная форма. Какая – мы не говорим, но все-таки форма. А в предмете сознание соотносится с собой. Теперь как у нас. Теперь как у нас. Третья сосна – третья позиция. Я все время с одной жизнью, все время мне не получается какой-то гладкой картины. Связанной картиной. И этих трех позиций не получается нигде связанной позиции. Да где можно было как-то вот так все ясно построить. Что у нас? Про форму мы знаем только то, что она актуальна. Она есть. Она точно никакая. А предмет в форме становится. Как у Аристотеля становится. Но становится как предмет. Как у Гегеля. Предмет становится как предмет. Содержание становится как содержание. Не как красное, а как содержание. У Аристотеля становление, но нет темы предмета. Как предмет. То есть, бытия как бытия, а содержание как содержание. У нас есть тема становления предмета как предмет. В форме, про которую мы знаем только то, что она есть. Что она актуальна. Как форма относится к предмету? Как форма относится к у нас. То есть, соотносится ли форма с собой в предмете у нас? Соотносится ли в предмете форма с собой как у нас? Ведь у нас именно содержание становится как содержание. красота не только вреда от этой кровати. Вы думаете ли уснули? Что такое жаре, по-моему, я бы уже спал. Мне не жарко, Андрей. Не, не душно имею в виду мне жарко. Ладно, духота, по-моему... Нашим следующим ходом, как мы помним, является следующее соображение. Форма есть, предмет становится в этой форме. То, что форма есть, а предмет становится, означает, рассуждали мы, что форма раньше предмета. Одной из сторон или аспектов ситуации этого опыта, форма есть, а предмет становится, одной из сторон этого опыта является что? Форма уже есть, а предмета ещё нет. То есть форма раньше. И самой ситуацией, что форма есть, а предмет становится, вытекает с одной стороны, что предмет уже есть, а формы ещё нет. Форма уже есть, а предмета ещё нет. То есть в становлении мы выделяем, если говорить о становящемся предмете, как предмете, выделяем момент предмета, предмета ещё нет, содержания ещё нет. Вот содержание становится. Момент. В становлении это вообще между из небытия к бытию. Из небытия к бытию. А момент этого становления ещё нет. Ну слово ещё обязательно, разумеется. Просто нет нас не устраивает. Моментом является ещё нет. Итак, мы говорим, форма есть, а предмет становится. Это означает с одной стороны, опять же, как момент, напомню, повторю, как момент, что форма уже есть, а содержания ещё нет. То есть форма перевея. Или является причиной. А с другой стороны, рассуждали мы, поскольку предмет становится, переходит к бытию, он поглощает собой форму. Он поглощает собой форму, и тем самым форма перестает быть формой, а следовательный предмет перестает быть предметом. То есть мы оказываемся в ничто. По этому самому Сартерову ничто. И мы говорили, что мы должны укорениться в первом аспекте. Теперь давайте вернёмся к нашему опыту, первому опыту. Предмет, форма есть, предмет становится. И спросим себя, соотносится ли форма в предмете с собой? Нет, не соотносится. Поскольку предмета ещё... Мы же выделили два момента, да? Поскольку предмета ещё нет, вот с точки зрения этого аспекта, соотносится, порождает. Нет, именно потому что предмета нет, именно поэтому он с собой не соотносится. Да? Да. Ну а как она тогда себе равна природе? Мы говорили, что она себе равна в том смысле, что она с собой соотносится. Не-не, в предмете соотносится с собой. Нас интересует вопрос, соотносится ли форма с собой в предмете, как он не соотносится. Она вот и не соотносится, потому что предмета нет, вот она с собой не соотносится. Ведь как она может быть соотносится? Предмет же есть. Соотнестись в предмете. Ещё раз говорю, предмет просто неопределённый, не считай как бы. Только в предмете может. А поскольку предмета нет 맛이 overwhelming вhmm ... Вот, как раз предметность и возникает. Если возникает предметность, значит есть чистая форма. Что именно предметность возникает? В том-то сегодняшний пафос. Возникновение предметности – это здорово к чистой форме. Пафос того у Олега Михайловича в этом и состоит, что предметность возникает. Я-то думал, на самом деле вопрос, как строится. Всегда есть форма и предмет. Но мы можем выстраивать на этом опыте, где форма и предмет относится, некое начало, как бы начало. Что-то типа метафизику пытаемся выстрелить. Но на самом деле форма и предмет неразрывна. Нет такого, что форма и чистая есть форма, и предмет – само себе. А если предметность вдруг возникает как предметность, это означает, что есть чистая форма. Это, опять же, как творение из ничто. Форма уже есть, а предмета еще нет. Что означает? Что форма – причина предмета. Логическая – причина предмета. Не временная, тогда будет пустая форма. А логическая – причина предмета. Так вот не означает. Что именно? Что именно причина. Форма есть, а предмета еще нет. Это же не означает, что она является причиной. С какой стати? Ну, с той стати. Ну, условно говоря, машина едет. Если машины нет, нет аварий. Понимаешь? Вот машина появилась, появилась. В этом смысле машина – причина аварий. Понимаешь? Не было бы машины, аварий бы не было. Вот логика такая. Ну, машина не является все-таки причиной аварии. Нет, я имею в виду причина в этом смысле. То есть нифига не причина. Причина в другом смысле. Как начало. Если нет никакой формы, то ничего нет. Да, если нет машины… В смысле не причина, в смысле основания. Основание. То есть форма оказывается основанием возможности предметов стать. Но это не причина. Нет, но у Олега Михайловича основание причины – одна и та же. Много раз это. Меня что интересует? Меня интересует, можем ли мы вот с этой стороны, взяв отношение формы и предмета, можем ли мы употребить гегелевский термин «форма соотносится в предмете с собой». Или форма полагает свою… Причина – да. Форма раньше логически. Предмет только в форме. Поэтому я полагаю, что все-таки причина – это да. Но значит ли это, что… Понимаете, мы берем первый опыт. Да, форма есть? Это же интересный вопрос по поводу причинности. Потому что это же… Насколько первичную ситуацию можно длить? Вполне возможно, что форма в любой момент полагает, что эту ситуацию можно длить до бесконечности. Это означает, что форма не является причиной предмета. Причиной было бы если бац-бац-бац, я понимаю, что форма впервые, и тут предмет тут же встал. Предмет становится в этой ситуации. Но если вот эта ситуация, она удерживается как нечто постоянное, и форма ни в какой момент не может понять, что эта ситуация должна прекратиться, то эта форма не является причиной предмета. Понимаете, да? Это основание не является? Понятно, да, в чем разница? Основание? Непонятно. Еще раз давайте. Значит, смотрите, если бы она была причиной, если есть у нас форма, и тут же сразу же стал предмет прямо за ним. И всегда так. Это закон. Форма и стал предмет. Но если мы находимся в некой ситуации, когда мы понимаем, что есть форма, а предмет в ней еще не стал, и эту ситуацию мы никаким не образом должны утверждать, что эта ситуация может длиться, и не можем констатировать ситуацию перехода, это два разных аспекта одного и того же, то тогда мы не можем говорить о форме как о причине. Потому что снова, 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 до бесконечности. Для того, чтобы предметы... Предметы, причина и форма — это не два. У нас манисты. Ты рассказываешь, как будто бы есть дуализм. Вот когда ты говоришь про дуализм, да, так вот действительно возникает такая проблема. Езимонизм. То, что есть предмет — это просто отрицание того, что есть форма. Ведь причина, она говорит, что предмет с необходимостью станет в этой форме. Вот что говорит причина. Условно говоря, если что-то стоит, то все остальное относительно его движется. Просто по определению... Пуля попала в человека, человек упал. Вот эта причина. Так оно и происходит. А картинка, к сожалению, это не так она стоит. Она картинка, что сознание, находясь на стороне формы, она не знает о том, что пуля попала, человек упал. То есть пуля там, может быть, и попала, но понять ситуацию, что человек упал, этого нет такого. Ты говоришь о другом. Ты говоришь о том обстоятельстве, что ни в какой момент мы не можем зафиксировать результат ставшести, что предмета, что формы, и так, чтобы эту ставшесть форма сознания могло созерцать. Да. Вот этого никогда не наступает. Это точно. Но в таком смысле, если для тебя причина – это только то, что порождает, а потом может созерцать и себя в качестве причины, и свой предмет в качестве причиненного, то тогда, конечно, такой причины нет и не будет. Но мы там, сколько, я уже не помню, лет назад, долго страшно возились вокруг понятия причины и причины себя. Вот. Там просто само понятие причины изменяется. Но все-таки форма является условием становления предмета. В этом смысле она причина становления предмета. Она не причина ставшего предмета. Нет никакого ставшего предмета и не будет. Но она причина становления. А возвращаясь… Ну, как без основания. Но основание сильно более лучше поясняет ситуацию. То есть… Ну, Олег Михайлович просто слово причина – все в себе передать, и условия, и основания, и все. А вот возвращаясь к вопросу, соотносится ли форма с собой в этом предмете? Вроде бы и да, и нет. Да, потому что если бы форма не соотносилась с собой, не знала себя в качестве формы, то тогда просто сама вот эта вот формулировка этого исходного тезиса была бы невозможна. Форма знает себя как актуально, значит, соотносится в определенном смысле с собой. Другое дело, что действительно она знает себя в качестве формы, а свой предмет в качестве становящегося, и буквально говоря, действительно, предмета еще нет. То есть еще не в чем соотноситься. Тут железная логика, конечно, называется. И поэтому я бы так сказал, что форма совершенно точно не может быть равна себе в предмете. Но соотноситься, если мы понимаем под соотношением все-таки некоторый процесс установления равенства с собой, она может. И, собственно, весь метод движения, он же в том и состоял, что форма удерживает себя в качестве формы, в качестве отличающегося, в качестве причины своего предмета. Оно так постоянно и происходит. Она почему начинает воспроизводить это, 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 это? Чтобы удержать себя в качестве формы, удержать себя в качестве соотносящегося с собой. Просто это соотношение у Гегеля в какие-то моменты принимает форму созерцания, а в вашем построении, Олег Михайлович, ни в какой момент не может принять форму созерцания. И это сильно мешает. Ну, в смысле, сильно мешает ответить. Я определяю, что вам какой-то предмет нужен. Предмет всегда есть. Он нечто становящееся, оно есть всегда. И не надо ему с чем-то стать, чтобы быть предметом. Предмет, по определению у нас, это то, на самом деле, что не есть форма. Ему не надо как-то куда-то стать, он никак не возникает, он просто всегда есть. Вот и все. Когда я не понимаю, это разговор, предмет возникает, предмет возникает. Когда какой-то странный разговор, опять же, отворение. Но вдруг форма возникла и возникла предмет. Но предметы форма – это два… Все это всегда, это пара, всегда присутствует. Нет никакого начала. Почему? Потому что по определению форма – это то, что неизменно себе равно, а предмет все остальное. То, что себе не равно, как бы, и не является формой. То есть предмет всегда… То определение предмета отрицательное, как «не форма». То есть в нашем опыте есть что-то форма, а все остальное – не форма. И вот эта «не форма», она всегда есть. Ему не надо чем-то стать. То есть в начальной ситуации оказывается не «тождество» в форме само себе и не становление предмета, а оказывается отождествение двух моментов. То есть «тождество» в форме себе и становление предметов в этой форме. Вот, если эти два момента с самого начала отождественны, тогда получается корректное время в построении. Значит, «тождественное»? Просто это один и тот же момент, как бытие ничтого Гигеля. ровно в той же мере. Это тоже странно, но как быть ей может быть тождественным нечего. Думайте всегда не в моментах дуализма, предмет – это не второе. Когда у нас есть тождественность формы себе и становление предметов формы, два вот этих одинаковых момента для нас оказываются тождественными, вот это и оказывается отравной точкой философии, да, нет, сначала одно, потом другое, потому что если мы говорим «форма тождественна себе», то как она тождественна себе? В предмете? А в предмет где? Он же еще не стал. Тогда эта форма не тождественна самой себе, а вот результатом вроде бы является вот это странное утверждение аналогичное Гейлеровского, когда отравной точкой является тождественность формы с одной стороны, с другой стороны становление предметом этой формы. Ну вот как, Олег Михайлович, вы рассуждали, что нет, не два понятия есть, да, как бы у начала логики, а есть как бы вот на самом деле одно понятие, которое в себе имеет два момента. С одной стороны бытие, а с другой стороны ничто. На самом деле… Да, потому что если мы пытаемся взять… Переносить эту конструкцию теперь в нашу. Да. То есть если мы берем это тождество, то предмет еще не стал, и форма не может отнести с собой. Да, интересно, что вот если форма есть, а предмет в ней становится, то одним аспектом является то, что форма уже есть, а предмета еще нет, а другим аспектом является то, что когда предмет уже есть, форма исчезает. Да. То есть по мере того, как предмет делается предметом, он становится действительно чуждой формой, то есть уничтожающей формой. Это как право у Гиргеля, потому что ситуация ничто, она в своей свершенности, она немыслима. Не бывает такой ситуации. Но зато в ее тождестве к бытию ничто, то мы эту ситуацию можем удерживать. Здесь… Или он предлагает другую конструкцию, не как у вас. Да. Он говорит, что изначально как бы есть одна ситуация. Нет никакой ситуации, где форма пропадает в предмете. Или есть. Нет такой ситуации. Ну нету, конечно, да. Это какой-то момент какой-то вот этой одной ситуации. То есть сама по себе конструируется ситуация тождества формы себе и становления предметов. Вот их тождественность является фактом сознания. Т.е. мы как бы разделяем форму и предмет, а на самом деле всегда нечто одно есть. Некимонизм. Где мы можем форму выделить с одной стороны, а с другой стороны предмет. Точно так же, как у Гиргеля в логике есть некое становление, где мы можем выделить одну сторону типа бытие, а в другую сторону типа ничто. Хотя это на самом деле понятие одно. Так же и у нас. Неченькая одна ситуация, где на самом деле мы как бы просто из каких-то соображений своих выделяем форму и выделяем предмет. А если гимонизм, одна ситуация. Это единая предлаганная, насколько я понял. Ну, я понимаю, да. Я не вижу здесь противоречия. Но если говорить формально просто о словах, то у Гегеля есть действительно предмет, а не красное. Но он ставший предмет. У Аристотеля есть красное, то есть становящийся предмет, но этот предмет красный. Мы же говорим о становлении предмета, в котором форма с одной стороны соотносится с собой, поскольку является причиной. Но с одной стороны, в том смысле, что предмет возникает под воздействием форм. Предмет возникает или предметность как таковая? Предметность как таковая. Ну, вот это странно. Я же ничего не говорю. Предмет возникает, это означает, что что-то течет, течет и как бы вдруг стал какой-то. И нами вылаз какой-то конкретный предмет. Это одна ситуация. А другая ситуация, что у него как бы чистой формы не было предмета, раз вот возник. Как может что-то возникнуть? Я не понимаю, как это что-то. Творится, что ли? Как это случается? Всегда есть предметы форм. Мы что-то говорили, что нет никакой чистой формы. А сейчас вроде рассуждаем так, что какая чистая форма есть, потом возникает. Ну ладно, это ты сам себя постоянно запутываешь. Я ничего не запутываю. Я как раз пытаюсь держаться изначально, из наших же выдвинутых условий. Ну как? То ты говоришь, что упрекаешь Игоря, что он забывает о том, что у нас монизм, а не дуализм. А потом сам начинаешь говорить через запятую. А кстати, предмет всегда есть. И сознание всегда есть. Они так вот друг наружку как бы и ходят. Но нельзя поэтому сказать, что предметность возникает как предметность. Я имею в виду это. Да. Как возникает? Я понимаю. Но вот ты, обрати внимание, что ты утверждаешь взаимосключающие вещи, потом начинаешь возмущаться. Как предметность-то возникает? Я не понимаю. Вот так и возникает. Форма есть, а содержание в ней становится. Не было никакого содержания до формы. А до формы это как? Никак. Это же, если мы не мыслим это во времени, то это ситуация той, которая не существует. Мы просто, как бы, условно говоря, пытаемся возвести некое начало. Нет никакого начала. Поздравляю. Ты все-таки заснул на 10 лет и проснулся. Да, здесь начало этого рассуждения, оно до времени. Здесь нет никакого времени. И никогда не было. Когда мы начинали это построение воспроизводить, не было времени. Формы времени еще нет. Оно еще только будет получено. Ну вот, значит, есть три сосны, три позиции. У нас становится предметность, то есть чистый предмет, чистое бытие, чистое содержание, в котором форма и соотносится, и не соотносится с собой. Форма соотносится с собой в этом предмете, в смысле предметности, в этом предмете, поскольку предмет возникает, то есть его еще нет и не соотносится в предмете с собой, поскольку предмет уже есть. Вот эти края становления, еще нет и уже есть, это края, это стороны, это края. Когда мы говорим становится, то есть переходит из небытия в бытие, то краями этого утверждения является еще нет и уже есть. Вот поскольку предмета еще нет, то сознание в предмете соотносится с собой, а поскольку предмет уже есть, он уничтожает сознание, сознание в предмете умирает, исчезает, но вместе с сознанием исчезает и сам предмет. То есть мы имеем действительно становление. Вот, Игорь, вы говорили, что интересно увидеть становление именно становление. Увидеть именно становление. И мы имеем, наверное, здесь именно становление. Когда ставшись предмета, означает смерть сознания. Одновременно и смерть людей. Смотрите, но здесь есть еще более интересная ситуация. Помимо простого становления, эту же картинку уже можно понять каким способом, который я предлагаю, в смысле гибели. Когда у нас становление предмета тождественно тождеству формы. Когда тождество формы, как отдельный момент, и становление предмета, тождественно тогу. Потому что одно дело... Это одно и то же. Да, это как бы одно и то же. В Гигелевском, в таком смысле, как бы тождественно ничто. Я понимаю, что интересно становление как становление удержать. Но можно же не становление как становление удержать. Можно эту ситуацию сделать двухэтажной. Когда становление само по себе. Вот идет становление, становление, становление. Тождественно тождество формы самой себе. Тождество, тождество, тождество. То есть тождество, тождество и становление. А где-то небытие-то? Бытие отношения к бытие и небытие я тут не вижу. Ничего. Здесь нету, конечно, небытия и небытия. Просто факты тождествления есть от Гигеля только. Это значит тождество, тождество и не тождество. Да, тождество, тождество и не тождество, да. У Гейлии такая формула. Тождество, тождество и не тождество. Тождество, тождество и не тождество. Угу. Кстати, она, по-моему, сразу же ее, да, после становления? Где-то там? Ну да, там где-то. То есть буквально в следующей строчке. Угу. Ну хорошо, еще на сегодня.